Приветствую всех! И мы сейчас находимся в одном из лучших мест Тамбовской области. Рабочий поселок Мучкавский. И мы сюда пришли, и неожиданно здесь начался марафон. Все бегают, кашу дают бесплатно. Вообще, короче, класс просто. Люди бегают на 10 километров, на 21 километр и на 42 километра. Некоторые люди уже прибегают сюда, которые бежали, конечно, меньше. И им дают все медали. А также здесь, чем примечательное это место, тем, что здесь очень много памятников. Для такого села, например, есть вот такой вот. Бессмертный полк тут. Но очень круто. И тут есть поклонись матери и памятник. Также здесь находится церковь вот такого плана. Мы находимся на одной из площадей. Здесь все... О, люди уже прибегают. Вон там, вон, бегуны бегут. Очень приятно быть здесь с нами. Мы желаем вам удачи. Удачи. Он бежит как быстро. Бежит, конечно же, всем. Кто не поздно. Десятка, да, бежит? На самом деле здесь прикольно. Также здесь летом можно приезжать сюда. Здесь находится река Воронов, которая может покупаться. Правда, течение очень большое. Также здесь можно пожениться. Есть вон там замечательный ЗАГС. Николай, наверное, побежит тебя. Нет, нас... Мы предусмотрели в плане ЗАГСа. Тут и скамеечка, и мостик, и пушатки, и деревца, где... Ну, как... На подосесии все готово, пожалуйста. Ну, никуда ехать не надо. Но тут все равно есть такая традиция. То, что почему-то нужно выехать именно за этот город. И где стоит стела, написано мучка. Разбить бутылку шампанского. А она находится где-то в 10-15 километрах отсюда. Ну, в Воронеже, допустим, тоже есть своя традиция в плане битья бутылок. Только у нас это бьют на каменном мосту. Ну, ты знаешь, что я заметил? Очень мало кто готовит шашлыки здесь. У нас бы была целая поляна этих шашлычников. А тут только один предприниматель такой нашелся. Продавать шарики. А, кстати, да, шариков не было. Мы могли бы здесь бизнес замутить. Так что, ребят, кто предприниматель? Здесь также есть день села. Можно сюда приезжать, продавать шарики, самолетики, вертолетики. Короче, ну, вообще круто будет. Устраивать конкурсы с тротиками. Да. Также вон сейчас подойдем к памятнику. Как он сказал? Есенин, да? Маяковский. Маяковский, который читает книгу. Можно сесть рядом с ним, почитать эту книгу. Просто почему-то стихов там не написано. Могли бы стихи еще написать. Что, не знаю, шариков Маяковского? Нет. Ну, просто я тебе... Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А вот в Воронеже... Воронеж 211. По прямой. Скорее всего, по прямой здесь указаны. Да. Сейчас мы еще, если прибежит один марафонец, будем у него брать интервью и спросим, как он бежал, если все-таки 21 километр бежал человек. Расспросим его, что он думал в этот момент. Просто даже самому интересу. А чем он думал, когда забежался на 21 километр? Да, 21 километр, блин, это довольно-таки существенный такой пробег. А вот бежит спортсмен. Сейчас будем его снимать. Где он там? Где вон он. Что-то он идет уже почти. Ну ничего, сейчас мы его... Да. Все, сейчас бежит уже. Вот он. Сейчас побежим с ним. Нет, да, другой вон он. По-моему, не видит ничего все равно. Шапку он зря одел, шапка уже на бихрень. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Все, Пар. Побежали, побежали. За спортсменом. Пошли, пошли, пошли. Я уже устал бежать. Давайте отдохнем. Среди женщин Юлия Рыжанова прошла 5 километров. И теперь... Сколько же можно? Прямо встречаем Юлию. Она уже прошла 5 километров. Так, ну все. Она лидер среди женщин. И... Илюха ушел. Все. Куда-то убегает спортсмен. Он не может остановиться просто. Ну все, добежал. Все. Ноги в предсутру. Да, я не могу остановиться. Сейчас хватит. Да, да. Вот так вот 20 километров бежать. Два часа. Держу. Напоминешься. Да. Ну что, о чем думал-то, когда бежал? Ух. Во всем, наверное. Да. Брянск, Фарева. Вот так вот. Все, дистанция была такая, короче, это. Бежалась прям вообще легко. Да? Но это было 13 километров. А потом совсем легко, да? Потом все стало намного хуже. Да. На... А где-то бежали? На 11 километров мы заправились. Я скушал кусочек хлебушка, кусочек баранчика. А давали что-нибудь попить? Давали сладкое? Булу и водички, вот. Ну, это самое. И побежали дальше. Потом все стало все хуже. Я терпел потом, когда будет на 16 километров, это, до Паёка. О. Там. Думал, сейчас я загружусь. Это, и мне вообще легко станет. Но легче не стало. Да. И вот 500 метров не добегая, у меня схватили ноги вообще пипец. Я стоил все. А мужик бежал, у него прям ноги. Да, да, да. Он вообще хромал на одной ноге практически. Я так обиделся, думаю, неужто я не добегу? А все, ноги слило вообще, короче. Я стою и все. У меня тянет. Бедра или икор? А все. Ну вот это. Потом раз, 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 побежал, побежал и побежал. Ну, 21 на 1. Медалька, медалька, да? 21 на 1. Короче, вот так вот люди бегают. Вообще, блин, спорт forever, короче. Все, что-то можно сказать. Надо заниматься спортом, как я всегда об этом говорил. Короче, здоровое питание, здоровый образ жизни. Побольше ходить в тренажерку. Все-таки надо себя поддерживать в форме. Так что все. Все, может быть, когда-нибудь тоже побегу, займусь таким спортом. Ну, блин, я бы, наверное, не выдержал. Не выдержал. Я бы километр максимум пробежал бы и сказал, все, хватит. Развернулся бы и ушел. Ну, 10 километров, блин, тоже. Не, короче, все так вот. Бегайте, занимайтесь спортом. Все подписаться быстренько. Вон там, вот тут, все знаете, короче. Все. Удачи и пока. Пока.